Так вот, ребят, сходила, значит, на вашего Человека-паука в кинотеатре в Америке. Вот. В телеграме я вкратце как бы описал свои впечатления, ощущения. Было охуенно. Реально. У меня такого ещё никогда не было, чтобы вот так вот, короче говоря. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там, собственно говоря, не спойлерите. Да я не спойлерю, ёбаный свет. Я не спойлерю. Естественно, я знаю. Я не буду спойлерить. А что, долбоёб что ли? Без спойлеров! Без спойлеров! Без спойлеров! Сюжет расскажи! Охуенный сюжет! Без спойлеров сюжет! Охуенный! Вот. Ты понял, что говорили актёры? Честно скажу, многие моменты я не понимал то, что они говорят. Ну, типа обычные диалоги, где там, знаете, просто не связаны что-то с основным сюжетом. Но в целом, сам сюжет я понял. Что там происходило, я понял. Что из-за чего, куда и как, я понял. В принципе, возможно, как раз таки из-за того, что это Марвел. Это же Марвел, да? Человек-паук? Там такой примитивный сюжет, как бы, такие диалоги лёгкие. То есть, если бы я пошёл на какой-нибудь довод, например, в фильм, я бы нихуя, скорее всего, не понял, что, блядь, происходит. А там, в целом-то, всё и так было понятно. То есть, там, как-то интуитивно всё сидишь, понимаешь и всё. Вот. Простой такой сюжет, но при этом интересный. Несмотря на свою простоту. Это Мосфильм. А, да? А, первый канал. А, ну всё. Ну, я и говорю, всё, в принципе, ясно-понятно. Ощущения. Во-первых, ты приходишь в кино в Америке, в Нью-Йорке. События в фильме происходят, а где? В Нью-Йорке. Что самое пиздата в данном случае, в моём случае? Это когда ты приходишь в кинотеатр, блядь, садишься, начинаешь смотреть кино, и ты видишь, как Человек-паук, блядь, на паутине, хуяк, прыгает на здание этого же кинотеатра, блядь, в котором ты сейчас сидишь и смотришь это кино. И я такой, нихуя себе. Потом он по Манхэттену хуярит. И ты просто видишь те места, в которых ты только что шёл, блядь, своими ногами, нахуй. Реально. И ты всё это видишь, блядь, в кино. И я такой, ебать. Да я же только что там прошёл, блядь, а там Человек-паук, нахуй, прыгает. Я такой, ебать. Потом там была сцена, где он дрался кое с кем. А я там был вчера. Вчера, блядь. Э-э-э. Вот это вот уникальные такие непередаваемые ощущения, да. Вот. А потом, опять же, как я там описывал, то, как люди реагировали на все эти моменты в фильме, я, блядь, вижу такое вообще впервые. Просто я не ходил на подобные фильмы, там Человек-паук и так далее, от Марвел и так далее, да, там всякие эти супергерои. Поэтому я не знаю, может и в России так же. Но здесь, на появление каждого какого-то вот персонажа, люди просто разрывались, нахуй. Они орали, блядь, и аплодировали. Но это понятное дело. Это и так понятно. Минуточку. Две минуточки, нахуй. Давай меня не будешь перебивать. Подожди, я потом твои донат зачитаю. Но здесь, помимо того, что они очень бурно реагировали на появление персонажей, они еще сопровождали всякие вот эти вот моменты, где он там, Человек-паук, дерется с кем-то. Или кого-то, там, я не знаю, повалил, нахуй, на землю. Они такие, вау! Они ему аплодируют, блядь, понимаете? То есть там, он что-то сделал, они ему аплодируют, блядь. Если там что-то неожиданное происходит, они такие, не, ноу! Мазафака, блядь. Вот, типа, что происходит? Ватафак! Ватафак, блядь. Вот, эм, что там еще, какие моменты были? А, блядь, они там ржут с каждой шутки. Я вообще впервые такое вижу. У нас в России, там, ну, в основном, как было, ты приходишь на фильм, там какая-то шутка, люди никак не реагируют. Или просто пару, пару человек, ты хи-хи-ха-ха, и все. Тут просто весь зал, блядь, ааааа, я сижу такой, ну, как бы, я же, естественно, не понимаю, блядь. Вот, ну, тут, видимо, у них такой, знаете, юмор для своих, все-таки, фильм американский, у них там, свой юмор, здесь они его понимают, и они все смеются. Каждая шутка сопровождалась смехом. Мне это чем-то напомнило, знаете, вот эти сериалы, комедийные, добавляют вот здесь тоже самое ситкомы да только ты сидишь в зале смотришь фильм и после каждой шутки все смеются блять короче и ебануться в плане эмоций это просто что-то это просто что-то блять я в telegram скинул пару моментов где кое-кто появляется это как люди на отреагировали боля это просто разрывался зал так еще и на английском ничего не да я говорю там в принципе все понятно в америке тема супер героев более распространена да там люди я говорю они сидели вот так вот смотрели с открытого ртом о блять там я не знаю они как будто помешаны блять на этом я и вообще в ахуе я говорю там на какие-то моменты отсылки фильме любите его нихуя блять и полный зал просто ни одного свободного места не было полный зал то есть тут вообще люди я не знаю не помешаны этих комиксах блять на человеке пауке вот а по поводу чего паука сам фильм охуенный ребят охуен в этот раз им удалось угодить всем и алдам и зумерам и вообще короче говоря они решили вот так вот короче да поэтому фильм охуенный я несмотря то что некоторые вещи из-за незнания английского языка не понимал мне все равно понравилось но блять наверное это еще зависит того как в какой обстановке это будешь смотреть потому что у меня обстановка в зале было охуенно тут а в тереге писал в комментариях типа вы блять а зачем орать мешать не знаю мне наоборот понравилось что люди показывали такие эмоции и по блять это прикольно это реально прикольно ря если они так постоянно делали то это раздражать начнет да не нормально а ты сцены после титров видел ну там естественно да потому что когда фильм закончился титры начались все сидят полный зал все сидят титры идут все сидят с моряду ну окей что-то после титров должно быть до было потом опять сцены опять титры я такой встаю я думаю все значит показали все титры опять пошли я такой встаю оборачиваюсь и все сидят на меня смотрят как на долбоеба я такой а опять сел я такой ладно такой блять а там оказывается вторая сцена нахуй я жучу блять все сцены не понял блять что ты стал нахуй я не шарю блять они видимо поняли что я какой-то видимо долбоеб не свой нахуй не шарющий блять а там все шарят блять все сидят ждут и тут я спалился что я не фанат marvel блять пиздец вторая цена хуйня реклама ну да там реклама одного фильма который я не смотрел как-то не особо это трейлер какая реклама он еще не вышел еще нет понятно блять а ну кстати здесь перед фильмом на такая же хуйня рекламу показывают других фильмов но так долго блять я думал здесь как по-другому будет какой персонаж тебе больше всего понравился для меня блять ребят давайте беспой без спойлеров там есть один персонаж который мне понравился не даже а мне там все понравились но я же не могу говорить хотя блять ну по-моему очевидно какие персонажи там будут в этом фильме я бы сказал поэтому просто есть одни дураки по ходу которые реально что ли не понимают кто там в итоге появится тут как бы вопрос том как они появляются а кто ну это и так понятно да ну тогда мне а этот октавиус понравился там наверно да как давайте так расставим короче кто на первом месте кто на втором на первом месте из тех кто мне понравился ну блять видите в чем проблема старого паука было мало ой спойлер блин ну блять тяжело знаете говорить так чтобы и в итоге не проспойлерить но это и не спойлер короче на первом месте у меня наверно из тех кто мне понравился кто но вы знаете пусть будет гоблин вот гоблин он такой харизматичный персонаж в этом фильме 2 наверное октавиус а третий пусть будет человек паук но какой именно вы знаете тот самый которого я когда-то смотрел своем детстве в мое детство который был они вот это вот все что там были потом придумали для отмыва бабнули для зарабатывания точнее денег всего же остальные человек пауки я их не воспринимаю я их не воспринимаю вообще никак вот серьезно я когда узнал что там будет человек паук тот самый я именно поэтому на кино пошел вот остальные там вот я так понимаю вот второй человек паук который он с какой части быть с какой вселенной точнее я вообще не знаем что это подожди ты блять я его до ёбаный рот блять ты заебал эндрю я не знаю вообще впервые увидел вот вчера я этого паука увидел впервые и поэтому я его знать не знаю что это за паук такой блять ну какой-то чисто детский вот что я могу сказать для детей блять а вот человек из первой части да он самый пиздатый и доказательство этому какое то что он умеет стрелять паутиной из своих собственных рук если ему не нужно придумывать какие-то блять эти штуки и там крепить на руку он блять стреляет своими из своих этих рук реально это пиздата ты просто не понимаешь ну да я не понимаю этих пауков да прошли я в принципе их не смотрел лучше как-то меня это ну не особо привлекает эндрю умнее эндрю легенда я понял блять вас ну на него вроде как была самая такая жесткая реакция у зрителей в зале вот как раз таки на этого эндрю как я понимаю которые волосы такие длинные не знаю почему ну зумеры хули тут скажешь но фильм бля балдеж прям вопрос на любимом паука посмотри мы какая у тебя аудитория а давайте а как мы это напишем типа по имени актера или как как это как фильме было человек паук один человек паук 2 человек паук 3 таби эндрю том но если люди поймут о ком речь что давайте так и сделаем и так а ну да все выбирают паука из первой части конечно сидят тут типа алды старики ну 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 да 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 расскажешь так ты же даже фильмы с эндрю не смотрел а говоришь у тоби лучше глянь потом фильм с эндрю для объективности суши но я вчера же сходил я увидел этого эндрю вашего вы понимаете в чем еще проблема симпатия у меня нет к нему симпатии как к актеру а к этому тоби у меня есть он мне нравится внешне понимаете вот то есть его харизма и как-то я не знаю может быть это еще связано с тем что я еще был пиздюком когда смотрел первую часть и поэтому он так запал мне в душу да как бы остался с тех времен в моей голове потому что это как бы детство ностальгия все вот это дерьмо вот я и человек паука я пересматривал сколько два-три раза наверное вот поэтому как бы так получается что вот а этого эндрю я вчера видел мне не особо-то понравился ну типа ну человек паука человек паука ебать загоралось солнце на пьебалу суки позади но мы не спали молодые пасы по-то бабло летом забирать пакеты сна загоралось солнце